Павел Пантелеевич, как вам сегодняшняя игра? Сегодняшняя игра, считаю, что одержанная победа командой «Факел» абсолютно закономерна. Мы контролировали игру полностью, полностью контролировали. Два забитых мяча, практически луч нам не создал ни одной какой-то сверхзадачи, которая тянула бы на голевой момент. Мы очень строго сыграли в обороне, за что я ребятам очень благодарен за тот характер и волю, которую они проявили. Играть час в десятером и одержать победу – это дорогого стоит. В таких играх создается коллектив, команда «Мужает». Мы забили два мяча. Два мяча – первый стандарт. Это у нас сильное качество наигранные варианты. Он сработал в первый мяч. Вторая ошибка – выход, и Андрей реализовал. А если брать по большому счету, то счет мог быть и крупнее. Потому что мы имели еще, играя в десятером, еще две реальные возможности для реализации. Выход Альшина с правой стороны и выход Лукьянова с левой стороны, который более хладнокровно, если бы они распорядились в этой ситуации мячом. Счет мог вырасти до крупного. Ну, команда «Луч» наверное не заслуживала такого крупного поражения. Ну, а все их действия, скажем так, мы хорошо изучили команду, манеру ее игры. Сильные и слабые стороны, все. И, ну, скажем так, немножко в упрощенный футбол команда играла. А второй тайм она просто перешла на навал, который, ну, скажем так, легко читаем и предсказуем. И разрушать всегда проще, чем создать. Мы уплотнили игру, естественно, потому что девять полевых игроков осталось. И сын гали по счету. С чем я поздравляю команду и наших преданных болельщиков. Спасибо. Павел Патериевич, эпизод с удалением вашего игрока, он около вашей скамейки был. Нам было сложно разобраться, что там произошло. Игровой эпизод. Дима Иванов выбил мяч игрока, я не помню. В Носова. В Носова, да. От Носова уходит мяч. Носова агрессивно повел по отношению к Диме. И Дима, ну, скажем так, он спровоцировал Диму. Дима не имел права в этой ситуации никакого движения делать, абсолютно ничего. Потому что он имел желтую карточку и все. И судья принял такое решение. Мы уважительно относимся к решению. Да, обидно было на ровном месте получить удаление все. Но такова футбольная жизнь и таковы правила. Раз он сделал какое-то движение, судья усмотрел в этом нарушение. Не должен игрок такого уровня, как Дима, опытный игрок. Не должен оставлять команду в таком положении. Скажу, что не ожидал я от некоторых игроков, что они в такой, можно сказать, погодные условия вышли и немножко, можно сказать, растерялись наши игроки. Сразу повторюсь, 4-5 человек играли, старались, а остальные вышли поиграться. Это, конечно, не делает чести этим игрокам. По фамилии я не буду говорить, потому что сейчас никого просто так не обыграешь. Да, привезли очки оттуда, сыграли хорошо дома. Но, извините, нужно каждую игру доказывать. Доказывать. Ну, я думаю, хорошо, что нам корону сбили, да, теперь едем на выезд с другим настроением. Снова пахать, работать. Что конкретно игры, да, касается, ну, скажу, что мы вообще первый тайм провалили, честно говоря. Вот именно в самоотдаче, именно в подборах, в борьбе, на что настраивали, знали, что будут стандарты, писали, кто с кем, соответственно, отпускает, да, игрока. Легко забивает один. Такого не должно быть. И сейчас в раздевалке сказал, что он у тебя должен, этот игрок с кровью тогда голы забивать. Тогда я понимаю. А когда он забивает просто, это, извините, невнимательность. Значит, по второму, да, там мы после удаления там попытались какое-то там сделать через ланги на вал, да, и у нас не получалось. Не получалось. Скажу, что, например, какие-то там ходы неординарных я тоже сегодня не увидел, да, но думаю, что некоторым ребятам не хватило там уже Антонову свежести, да, может быть, не восстановился до конца. Но думаю, что они заслуженно победили. Жизнь на этом не останавливается. Победили. Про Фрейду сказал, проиграли. В следующем туре, надеемся, победим. Настраиваю их только на положительный результат, на выезд, значит, на стройной выезд. Прошу прощения у болельщиков. Сегодня не лучшая игра в нашем исполнении. Спасибо. Вопросы? На нем, слушая, у меня отправили на убийство. Сергей Александрович, вы в персонале, что касается игроков, усиливших команд, вы что можете экспресс-комментарии? Знаете, вот я еще не до конца, в принципе, еще раз говорю, качество футболистов некоторых не узнал. Тот же Юра Петраков, я его знаю, да, но в каком состоянии он только приехал, значит, тот же Андриан, да, Кашковал, он тоже, вот, приехал накануне. Мы не стали рисковать, мы поставили тех ребят, на кого, ну, которые в игровом турнире, на которых надеялись, вот. Так что, ну, думаю, у меня со временем сейчас у нас как раз выезд, там будет проходить в Москве тренировочный процесс, там больше, ближе познакомимся и уже какие-то корректировки сделаем. Хочу сказать, что сейчас у нас здоровая такая конкуренция, да, народ появился и надеюсь, что эта конкуренция, она принесет нам пользу.